Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки интересном воблере от компании Косодака. Моделька называется T-Minul. Данный воблерок поставляется в такой вот классической упаковке от компании Косодака. Длина данного воблера составляет 55 мм, вес 3,25 грамма, и заявленное заглубление от 0,1 до 0,5 метра. Моделька у нас изготовлена в виде суспендера. Расцветка имеет свечение в ультрафиолете, это, думаю, понятно. Так, по поводу крючков. Здесь, если я не ошибаюсь, ВМС раньше оснащали. Ну, не суть, упустим этот момент. Расцветка, кстати, у меня GT, довольно-таки самая ходовая. Приобрел я воблер для ловли белого хищника, такого как голава, джерих, ну и так далее. Сам воблер выглядит таким вот образом. Это миношная тельца продолговатая, брюшко у нас имеет более-таки горизонтальное очертание, спинка у нас имеет явную выгнутость такую, то есть, довольно-таки горбатый, условно говоря, воблерок. С боков он у нас не толстый, сплюснутый. Соответственно, лопатка у него расположена под углом, ну, ориентированной 45 градусов к оси приманочки. По детализации, ну, в принципе, здесь всё на высшем уровне. Детализация 3D-глаза, чешуя, жаберные крышки, я думаю, всё это видно, понятно. На брюшке написано у нас название модели. Томино XS 55 SP. Вес, соответственно, указан 3,2 грамма и заглубление. Вот, очень отлично, когда производитель указывает и вес, и заглубление, и так далее. Потому что, когда много приманок, порой рыболов уже, скажем так, теряется в них, забывает, что сколько весит, на каком заглублении идёт какая-либо приманка. Вот такие вот пометочки очень помогают рыболовам зачастую. На спинке тоже имеется надпись «Косодака». Оснащён тремя заводными кольцами. Кольца плотненькие, довольно-таки отличные по качеству. Витки плотные, ну, всё без нареканий. И, соответственно, два тройных крючка. Крючки довольно-таки цепкие. Крючки очень острые, изготовлены из довольно-таки эластичной, мягкой, ну, относительно как бы мягкой проволоки. Что отлично при зацепе, при серьёзном, можно, в принципе, попытаться разогнуть. Если, конечно, плетёнка выдержит определённые усилия. То есть, по крючкам нареканий здесь не имеет. Воблерок у нас оснащён системой дальнего заброса в виде перекатывающегося вдоль тела шарика. Также воблерок имеет шумовую камеру. Звук незвонкий. Летит воблер довольно-таки уверенно. Опять же, при его весе летит очень-очень неплохо. После приводнения воблерок у нас зависает как бы в толще воды. Соответственно, при проводке воблер имеет высокочастотные такие колебания. Не размашитый воблер, соответственно. На равномерке можно применять данный воблерок при ловле жериха. На твичинге можно ловить окуня, головля, ну и так далее. В принципе, воблер на твичинге тоже довольно-таки податлив, очень хорошо себя ведёт. Могу смело порекомендовать. Интересный воблерок. Приобрести данный воблер можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод рыбалка34, который даёт скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.